В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Инсульт, не приговор. Как в нашем городе лечат пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения? Право на тишину. В каких случаях можно пожаловаться на шумных соседей? Пока хозяин на карантине, волонтеры клуба Акбар помогают царовчанам с выгулом собак. Далее расскажем обо всем подробно. В России участились случаи продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Сотрудники МЭУ МВД России по ЗАТО Саров призывают горожан помочь установить лиц, которые изготавливают и продают фиктивные медицинские документы. Сотрудники правопорядка напоминают, что за изготовление и сбыт поддельных сертификатов гражданам грозит срок лишения свободы до двух лет. За использование поддельного документа до одного года. О фактах продажи и использования фиктивных прививочных сертификатов необходимо сообщить в полицию по телефону 02 или 112. За последние дни в городе выросла потребность в прививках от коронавирусной инфекции. Но есть ряд объективных причин, которые не позволяют ежедневно вакцинировать большое число саровчан. Об этом сообщает КБ номер 50. Больница предпринимает все возможные меры для того, чтобы привить жителей города от коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки. Для записи в лист ожидания вакцинации можно написать на следующие адреса электронной почты. Для пациентов поликлиники номер 1 – covid-de-fis-pol-1-sobaka-sar.ru Для пациентов поликлиники номер 2 – covid-de-fis-pol-2-sobaka-sar.ru В письме нужно указать фамилию, имя, отчество полностью, дату рождения, место работы, контактный телефон, название вакцины. За последние сутки в нашей стране выявили 24 818 новых случаев коронавирусной инфекции. В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 495 заболевших. В Сарове с начала пандемии выявили 16 341 случаев COVID-19. 16 017 человек выздоровели. 41 человека госпитализировали в КП-50. Из них 1 саровчанин в тяжелой степени, 38 в средней степени тяжести, 2 в легкой степени. На карантине 79 горожан. С начала наблюдений в городе от ковида умерло 133 человека. Смертность от инсультов в нашей стране снижается. Связано это и с ранней выявляемостью болезни и совершенствованием медицинского оборудования. В Сарове также значительно упали показатели летальности от инсультов. С 2015 года в КП-50 работает первичное сосудистое отделение, куда как раз и попадают люди с острым нарушением мозгового кровообращения. Как лечат пациентов в ПСО, расскажем далее. Инсульт бывает двух типов. Геморрагический, связанный с разрывом сосудов головного мозга, и ишемический. Последний случается из-за закупорки сосудов. Чаще всего инсульту подвержены люди с хроническими заболеваниями, гипертонией, диабетом, ожирением и так далее. Больше мужчин, чем женщин, поступают с этим диагнозом. Кроме того, инсульт провоцирует неправильный образ жизни, алкоголизм, курение, пренебрежение физическими нагрузками. Бывает он и у 30-40-летних. Распознать инсульт можно по ряду признаков. Это асимметрия лица. То есть нужно попросить человека улыбнуться. Угол рта у него будет опущен с одной стороны. То есть будет несимметричное лицо. Руки. То есть это поднять обе руки перед собой. Одна либо совсем не будет подниматься, либо она будет потихонечку медленно опускаться. Также надо попросить человека поговорить. Если речь спутана, это тоже повод насторожиться. Врачи советуют при появлении малейших подозрений вызывать скорую помощь. Либо самим вести пациента в приемный покой. В этой ситуации важную роль играет время. Чем быстрее диагноз поставят, тем быстрее начнут соответствующие лечения. И тем больше у человека шансов оправиться. Всех пациентов с инсультом направляют в первичное сосудистое отделение. Ежегодно с этим диагнозом сюда попадают около 450 человек. К их услугам высококвалифицированные специалисты и новое медицинское оборудование. Оборудование обновляется. То есть сейчас установлен второй, во-первых, томограф. Нам компьютерный томограф важен. Почему? Потому что диагностировать, отличить в первые часы, какой инсульт тут именно ишемический или геморрагический. И, соответственно, терапия будет у нас отличаться. Развивается взаимодействие с Нижним Новгородом, с сосудистыми центрами. То есть некая хирургическая помощь все равно более охотно оказывается нашим пациентам. Несколько дней пациент проводят в реанимационной палате. Затем, если состояние стабильное, его переводят в общую. При наличии показаний тяжелых больных отправляют в Нижний Новгород. Если такой необходимости нет, лечат у нас. Около двух недель человек лежит в первичном сосудистом отделении. Затем его отправляют на реабилитацию. Это либо на базе неврологического отделения реабилитация проводится. Ну, там, основные силы происходят, если это слабость в руке и ноге. Речь, логопед у нас есть, занимается с ними. Упражнения дает. Либо это там в санатории на территории Нижегородской области. Там зеленый город, янтарь. Реабилитация – продолжительный процесс. Первые три месяца, как правило, самые продуктивные, когда можно максимально восстановить функции. Риск повторного инсульта не исключен. Он может произойти через несколько месяцев. Важно прислушиваться ко всем рекомендациям врачей. Принимать необходимые лекарственные препараты, вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе. Митрополит Нижегородский Арзамаски Георгий посетит Саров 20 июля. Глава Нижегородской митрополии в 10.30 осветит купола и кресты на храм в честь Святого Праведного Иова Многострадального. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 16 августа родители детей школьного возраста начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать с 15 июля по 1 ноября через портал Госуслуги или лично в Пенсионном фонде. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, общий объем расходов на эти цели превысит 200 миллиардов рублей. 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц на основании декларации по форме 3 НДФЛ за 2020 год. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба. Заплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и уплата налогов и пошлин, а также через платежные терминалы, банки и выделениях Почты России. С 1 июля заработал единый многоканальный номер для организации приема показаний индивидуальных приборов учета – 99900. Об этом сообщает Саровская биллинговая компания. Сроки передачи с 22 по 25 число месяца с 8 до 20 часов. Также показания можно передать через сайт «Карта жителей Нижегородской области», через сайт ООО СБК, через абонентские пункты по адресам улицы Духовы, 4, телефон 9-99-03, улицы Зернова, 60-2, телефон 9-99-04 или через абонентские ящики, расположенные рядом с обходом в абонентские пункты. Правительство поддержало законопроект о повышенной ответственности для собственников квартир за шум, который мешает их соседям. Повышенная ответственность означает, что даже если шумят гости или арендаторы, отвечать будет владелец квартиры. В каких случаях саровчане могут пожаловаться в правоохранительные органы на шумных соседей и какая ответственность грозит нарушителям тишины – расскажем далее. Сегодня шумного соседа, с которым никак не удается найти общий язык, можно привлечь к административной ответственности. С мая по июль с жалобой о нарушении закона тишины в правоохранительные органы обратилось 17 саровчан. Пяти нарушителям выписали штраф, трое – отделались предупреждения. Девять протоколов сейчас на рассмотрении в суде. В Конституции есть такая статья 17, где сказано, что осуществление прав граждан не должно нарушать права и законные интересы других граждан. То есть никому не запрещено не петь, не слушать громкую музыку, но эти права не должны нарушать права других людей. Согласно закону о тишине и покое, принятом в 2015 году на территории Нижегородской области, шуметь запрещают с 22 до 7.00, в будни и с 23.00 до 10.00 утра, в выходные и праздничные дни. В это время нельзя громко петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах, кричать, топать, свистеть, двигать мебель. Все это под запретом и в тихий час – с 12.30 до 15.00. Ремонт разрешают делать до 20.00. К шумным действиям относятся в том числе использование пиротехнических средств, но в законе есть ограничения. Это не распространяется на периоды с 22.00, 31.00 до 3.00, 1.00 января и с 21.00 до 24.00, 9.00 мая. То есть означает, что в это время можно запускать фейерверки и так далее. Нарушители спокойствия сначала предупреждают, если ситуация повторяется, то штрафуют. Граждане отдадут в казну от 500 до 2000 рублей, должностные лица от 1000 до 4000. Юрлица могут заплатить от 5000 до 20000 рублей. Если подобные случаи повторяются снова, то сумма увеличивается. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Из-за роста заболеваемости коронавирусом многие саровчане вынуждены оставаться дома на карантине. В некоторых семьях живут собаки, которым необходимы ежедневные выгулы. Клуб любительского собаководства «Акбар» Центра внешкольной работы возобновил работу по оказанию помощи четвероногим друзьям и их хозяевам, которые оказались на карантине. Подробности в следующем репортаже. Все больше запросов поступает в клуб любительского собаководства «Акбар» от находящихся на карантине владельцев собак. Добровольцы ежедневно гуляют с собаками, доставляют корм и помогают в ситуациях, когда домашним питомцам необходима медицинская помощь. Мы продолжаем ту же самую работу, которую мы делали до этого. Помогаем выголить собак, помогаем по возможности, если надо собаку отвезти в ветвечебницу или купить какие-то ветпрепараты. Владельцам и волонтерам важно помнить об элементарных мерах безопасности. По словам Светланы Романовой, часто хозяева переживают за своих любимцев и стараются передать их в руки волонтерам лично. Так делать нельзя. Еще раз прошу владельцев не из рук в руки передавать животное, а все-таки вы оставляете, привязываете его около двери, за ручку или за перила, за что-нибудь, но чтобы контакта с волонтером не было. Чтобы собака испытывала меньше стресса и легче адаптировалась к новым условиям, волонтеры стараются найти подход к четвероногим товарищам. Лучше всего, по словам специалистов, чтобы с собакой гулял один и тот же человек. Но, к сожалению, сейчас не хватает людей, чтобы это организовать. В данный момент нас стало меньше. Было 30 человек, сейчас у нас человек 15. Остальные пока у нас все отдыхающие. Так что помощь нужна, помощь ждем. Получить помощь волонтеров во время режима самоизоляции и помочь соровчанам, оказавшимся на карантине, можно, обратившись к руководителю клуба любительского собаководства «Акбар» Светлане Романовой по телефону 8 903 04 08 860. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. Дату праздника выбрали не случайно. Православные в этот день поминают святых Петра и Февронию Муромских, которые еще при жизни стали образцом супружеской верности и взаимной любви. В чем секрет семейного счастья, мы решили узнать у соровчан. Говорят, что для создания крепкой семьи нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но у каждого есть свой секрет любви и взаимопонимания с близкими. И мы решили узнать у соровчан, в чем по их мнению секрет семейного счастья. Взаимопониманиями мужчин и женщин, чтобы дети уважали, любили старших и понимали, и помогали во всем. Любви. Так же, как и у людей старшего поколения в терпении. Секрет семейного счастья, в верности, в хорошем отношении друг к другу. В любви и уважении. Я живу с женой 55 лет. И здоровье, конечно. Скорее всего, на любви, потому что любят нас очень сильно. Не знаю. Я бы не сказала, что у меня очень счастлива была семейная жизнь. Не знаю. У каждого свою. Вот куда я знаю. Я прожил, и бабушку свою схоронил. 55 лет прожили вместе. Не знаю. Как показал опрос, соровчане считают, что в семейных отношениях самыми важными составляющими являются любовь, взаимопонимание и поддержка. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 11 июля там проходит «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 июля с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!